Если ваш мужчина, муж, чем-то вас не устраивает, найдите причину этого в себе. Это рубрика «Плохие книги». В этой рубрике уже был учебник по тому, как женщине найти себе мужчину. На первый взгляд, книга некого Дениса Байгужина «Искусство быть женщиной. Мастер-классы для настоящих богинь» это почти то же самое. Они со Львом Вожеватовым даже в чем-то похожи. Первый выглядит как КВН-щик, который добрался до премьер-лиги, а второй как бывший КВН-щик, который стал свадебным ведущим, но скопил немного денег и поехал на кастинг Comedy Battle, но слетел с первого мотора. Разница в том, что Лев Вожеватов пишет книги, которые вроде как помогают женщинам. Денис Байгужин пишет книги для женщин, но конечные выгодоприобретатели здесь все-таки мужчины. Серьезно, это очень мощная многоходовочка. Я практически восхищен этим человеком. Конечно, это плохая на всех уровнях книга. В разделе с отзывами одна из клиенток Байгужина пишет «Ты делаешь что-то настолько великое, что до тебя никто не делал. Сейчас таких тренеров вообще нет. С другими тренерами ты несравним, потому что ты номер 11». Или Денис Байгужин писал книгу на том самом макбуке с залипающей клавиатурой, или он просто очень честный человек. Что, как мы попозже узнаем, не совсем так. Общий принцип работы Дениса Байгужина хорошо передает следующая цитата. Пока у вас нет бешеной энергии альфа-самочек, эту энергию надо нарабатывать. Как? Влюбляйте в себя бомжей. Бомж – мужчина, зарабатывающий меньше 50 тысяч рублей в месяц по регионам, до 100 тысяч рублей по Москве. Парни, узнали себя? Вас тоже можно соблазнить теплым помещением? Как оказалось, Денис Байгужин – это достаточно известный феномен. Его клиентки хвастаются в соцсетях, что после тренингов им стали дарить сумочки и платья, а одна из женщин получила даже дубленку, стиральную машину и микроволновую печь. Видите, как это выгодно? Всего один тренинг. Обычно для такого улова нужно выиграть целую суперигру Поле Чудес. Ты сама сейчас почувствуешь, что нет никакой любви. Ты это почувствуешь, когда начнешь ходить на свидания, и они начнут одаривать себя подарками. Ты не влюбляешься. Я запрещаю влюбляться. От мужчин нужно добиваться дорогих подарков, поэтому нужны богатые мужчины. Когда с мужчиной идешь в ресторан, можешь громко сказать ему, указывая на официанта. Не понимаю, как в 30 лет можно быть официантом. Это же слабый мужчина. Я с таким никогда не смогла бы. Во-первых, слабый и не слабый, а в тирамису он тебе точно харкнет. Во-вторых, не обязательно сообщать об этом самому официанту. Какая разница, кто кем работает. Не обязательно самоутверждаться за счет других. Сказал человек, который обозревает плохие книги. Когда женщина встает на путь соблазнения миллионеров, ее приоритеты должны измениться. Я мечтаю, чтобы в школах девочкам преподавали искусство обольщения. Тебе не математика нужна, а нужно знать, как нравится мужчинам и заставлять мир крутиться вокруг тебя. Пока в школах из подобного только физрук, который подсаживает на турники. Берем мужика 200 тысяч рублей. Влюбляем. Влюбился. Бросаем. Следующий шаг 500 тысяч рублей. Следующий шаг миллион. С каждым шагом ты растешь. Ты должна понимать химию любви, чтобы тогда, когда ты выйдешь замуж за миллионера, ты смогла его удержать. Есть несколько вопросов. Во-первых, могут ли на поздних этапах два мужчины по 500 скинуться? Или пять по 200? Во-вторых, как женщина может это посчитать, если она в школе не учила математику? Согласись, на работе ты страдаешь. Там на 100% выключается женская сексуальность. Коллеги мужчины не реагируют на твою красоту, потому что ты для них ноль. Или ноль, или один, если работаешь с программистами. Подарки – это важная часть отношений. Можно даже сказать, что это топливо отношений. Одна барышня рассказывала, как ей мужчина заявил. Ты мне отказала в сексе. О каких подарках может идти речь? Ты сначала машину заправляешь, потом едешь? Или сначала едешь, потом заправляешь? Спросила она. Классное сравнение женщины с машиной. Можно еще спросить, у тебя сразу хорошая тачка была? Или сначала тебе отец купил отечественную, чтобы не жалко было разбить? Сам Денис Байгужин не просто метит в альфа-самцы. Он претендует на самый высокий уровень. Я верю, что могу стать президентом страны. И моя жизнь меняется под воздействием этой веры. Ограничения есть только в голове. Ограничения есть в голове и в законе о выборах президента. Согласно этому закону, президентом нельзя стать судимостью. А я вам не говорил, Денис Байгужин сидел в тюрьме. Если верить СМИ, он работал частным детективом, получил гонорар и попытался сбежать с деньгами. Его задержали на Курском вокзале, мое уважение, и посадили в Бутырскую тюрьму. Там со мной находились генеральные директора, политики, чиновники. То есть я проходил непрерывный тренинг день и ночь. Вот где я понял, почему ты не выстраиваешь отношения с высокоранговыми мужчинами. Ты их не вывозишь. Я очень не хочу делать этот вывод, но получается, что Денис Байгужин в тюрьме вывозил высокоранговых мужчин. И строил с ними отношения. И оттуда все его эффективные советы по соблазнению. Можно я вас обниму? Можно рядом постою? Я вас так хочу. Когда-нибудь я с вами пересплю. Когда я буду пьяна. Это называется флирт и кокетство. В то время, как весь мир более-менее согласился с тем, что это называется изнасилование, Денис Байгужин называет это кокетство. Подсудимый, почему вы изнасиловали потерпевшую? Повелся на кокетство. Оправдан. Может ли мужчина сдержаться, когда пьяная женщина с ним кокетничает? Конечно нет, потому что маленький друг мужчины, назовем его Ахиллесом, начинает перекрывать кислород мужику. А когда работает Ахиллес, мозг мужчины выключается. На переговорах хозяин не в состоянии сосредоточиться. Он думает только об упругих попках и женской груди. Мужчина открывает телефон и выбирает контакты. Дорогая моя, тебе нужно попасть в записную книжку миллионера. Интересно, почему Денис Байгужин называет мужской детородный орган именно Ахиллесом, потому что у него есть какое-то уязвимое место или потому что его в детстве держала мать. В общем, вы променяли секс на подарки и мужчина ваш. Дальше начинаются суровые будни. Если он изменяет, это обратная связь, что ты дура, что ты не удовлетворяешь всех его потребностей. Вам все еще кажется, что эта книга для женщин? Есть ощущение, что высокоранговые мужчины в тюрьме дали Денису Байгужину часть общака, чтобы он написал книгу, которая идеологически обработает российских дам. Например, твой муж пьет пиво. Тогда твоя главная работа – это принятие. Главное – побыстрее проскочить гнев, торг и депрессию, потому что обычно потребители алкоголя в России не доживают до принятия. С какого-то момента начинается полное закрепощение раскрепощенной богини. Денис Байгужин начинает объяснять, что нужно себя вести поскромнее с новообретенным миллионером. То же касается и татуировок. Пожалуйста, не делай. У мужчины может упасть член, если возникнет неприятная ассоциация с твоей бабочкой или цветочком. Извини, дорогая, ничего не получится. Я вспомнил режиссерскую версию эффекта бабочки. Почему вас больше волнует мода и сплетни, чем педагогика и здоровое питание? Почему семья не занимает главное место в вашей жизни? Почему ваше с нами будущее и самореализация, ваше желание важнее будущего наших детей? Если учитывать предыдущие советы, то Денис Байгужин спрашивает, почему вы до сих пор по пьяни не отдаетесь будущему отцу ваших детей? Примерно в той же части книги есть совет по укреплению брака. Делаешь эротические фото. Мужчины хотят увидеть товар лицом. И в ответ на твою грудь они высылают своего Валерку. Если мужчина высылает женщине Валерку, то считает эту женщину обалденной, ведь Валерка это самая большая ценность у него. В переписке предложи ему миновать всякие приветствия и вежливые вопросы, как дела, а сразу пусть тебе пришлет Валерку. Конечно, я не против таких игр в семейных парах, но заметьте, как совместная жизнь уже потускнела. На этапе флирта у мужчины был Ахиллес, герой Троянской войны, но когда вы стали жить вместе, Ахиллес превратился в Валерку. Классика. Но нельзя сказать, что Денис Байгужин совсем не ценит женщин. Даже наоборот, он оценивает каждое полезное действие, которое совершает богиня. Начнем с еды. Повар 30 тысяч рублей в месяц. Отдавайте 10 тысяч рублей в месяц любимой женщине за чистую уютную квартиру, плюс еще 666 рублей в месяц за мытье окон. Психотерапевт берет за час где-то 2000 рублей, то есть его минута стоит 33 рубля. Допустим, что любимый муж жалуется на тяготы жизни только после работы и всего по 20 минут. 13 тысяч 200 рублей в месяц. Около 4 часов физической близости в месяц. Будем реалистами, ее там дважды в неделю по... Дай бог мужик крепкий полчаса. То есть час секса в неделю. Профессионалки на выезде берут около 5000 рублей за выезд на 2 часа. Если вы циники эдакие, приравниваете честную домохозяйку к проститутке, вы давайте ей 10 тысяч рублей в месяц за любовь. Такой подход может возмутить и женщин, и заказчиков этой книги. Поэтому Денис Байгужин оправдывается. Мужчины, не становитесь циниками. Не забивайте на любовь. Эта самая любовь экономит вам больше миллиона в год. Мне кажется, или призывать мужчин не быть циниками и при этом считать их деньги, это довольно цинично. В общем, я думаю, вы уже поняли, как стать богиней, которая притягивает альфа-самцов. Но как стать альфа-самцом? И в книге есть история-ответ. Если это не станет оригином какого-нибудь суперзлодея, то я вообще ничего не понимаю в этой жизни. Однажды в детстве я катался на велике. Подошел ко мне старшеклассник, забрал велик, я позвал на помощь отца. Тот сбежал с пятого этажа, узнал, в чем дело, догнал моего обидчика, привел, держа за ухо. И вдруг сказал ему «Вставай на колени». А мне велел «Денис, бей». Несколько раз я ударил старшеклассника по лицу. У того лопнула губа, и из носа потекла кровь. «А теперь мы идем к нему домой», – сказал мой папа. Дверь открыл отец хулигана. Мой папа потребовал. «Собирайся, выходи на улицу, я буду тебя бить». Тот растерялся. «А меня-то за что?» На улице мой отец избил того папашу. Кровь, выбитые зубы. «Ты чему учишь своего сына? Почему он у Дениса крадет велик? Ты понимаешь, что это плохо? Неправильно». «Коля, все, я понял. Коля, не надо», – причитает тот. «Нет, надо, чтоб ты знал. И чтоб твой подонок никогда к моему сыну не прикасался». «В тот момент у меня выросли крылья». «В тот момент у меня выросли крылья» – какая-то очень угнетающая версия Питера Пэна. Ну и в конце хочется поделиться с вами отдельными советами Дениса Байгужина, которые сделают вашу любовную жизнь лучше. Или хотя бы ярче. И поэтому, когда ты делаешь минет, пой песни, звучи. Понятно, так неудобно петь, но хотя бы воспроизведи музыку. «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына». То есть петь эту песню так же, как ее и написали. Упражнение тринадцатое. «Ставишь камеру, берешь трехлитровую банку молока. Танцуешь голое, пьешь молоко, оно льется по тебе, мужику это нравится». Где ты взяла эту трехлитровую банку молока? Ты с утра сходила на фермерский рынок и купила ее? И смотрела в глаза этой бабушке, которая доила корову, чтобы ты сняла свой странный контент для OnlyFans? Напиши смс любому мужчине. «Привет, срочно позвони мне». Позвонит, отвечай в трубку. Гав, 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 гав. Твоя задача гавкать до тех пор, пока он не бросит трубку. Поразительно, но это правдивый совет для начинающих богинь. У нас в Железногорске была женщина, которая так делала, и сейчас она не работает. И едой, и жильем ее обеспечивает государство. Пожалуй, что на этом все. Надеюсь, что это видео раскрыло вам глаза на то, как найти себе партнера, который вас полюбит за определенный набор услуг. Или на то, что нужно прежде всего полюбить себя. Тут уже решайте сами. В любом случае, не забудьте поставить лайк под этим видео, подписаться на канал и рассказать о нем друзьям. Как обычно, с шутками для выпуска мне помогала Камикеса Маргарита Якобсон. Ссылка на ее телеграмм будет в описании видео. Если вам не хочется подписываться на меня и Риту, найдите причину этого в себе. Еще у меня продолжается стендап-тур по России и миру, и на концерты приходят самые лучшие люди каждого города. Если вы не найдете миллионера там, то уже нигде не найдете. Ближайшие города Тула, Липецк, Белгород, Прага и Ярославль. Информация, билеты и полный список городов по ссылке в описании. Вообще все по ссылке в описании.